Ливневая канава, которую хотят нам заделать в бетон. Жители Жаворонков с опаской смотрят на обочину. Канава для стока дождевой воды внезапно поменяла геометрию. Нижние участки во время сильных ливней затапливало и раньше. И вдруг труба, уложенная в ней, похудела в полтора раза. Что будет теперь и предположить страшно. О, пятьдесят. За благоустройство поселковой ливневки взялся владелец вот этого замка, колбасный олигарх. В считанные дни дорога превратилась в бетонный плацдарм. Владельцу этого участка вообще не повезло. Мало того, что все деревья здесь вырубили и выбросили ему за забор. Так более того, зайти на этот участок через калитку не получится. Ее залили в бетон. Галина Антонна говорит, после дождей по ее участку можно теперь ходить только вброд. В воде деваться некуда. Она вся плывет к нам. Они же дорожку видели, как сделали. Здесь была дорога. Там был пубег. Вода вся уходила. Местные жители уверены, дорогу за счет бетонирования канав расширили специально. Эта организация нуждается в стояночных местах, потому что они устраивают вечеринки. Да такие, что поселок не спит всю ночь. Шумные праздники в Жаворонках пока на паузе. Но местные жители уверены, вертолеты и фейерверки скоро вернутся. Стоят генераторы всю ночь. Два иногда даже поставят. Вот. Это вообще новость. Вплотную к замку дом народного артиста России. Диктор центрального телевидения, участника войны Виктора Балашова. Я не нахожу даже слов. Все уничтожено. Все срублено. Все куда-то выброшено. Почему, за что, ради чего? Ради вот этого огромного 10-метрового забора. От кого люди прячутся за такими заборами? И что это за люди? Говорят, за этим забором гуляла свадьба сама Пугачева. Сточные канавы при входе в такую роскошь. Явно не вписывались. А он нам рассказал, что это они делают для благоустройства. Если вы будете жаловаться куда-либо, в какие-либо инстанции, все это придет к нам. И мы решим так, как нам надо. В администрации Жаворонков претензии жителей не понимают. Дескать, состоятельный сосед вложил в благоустройство свои деньги. А даренному коню в зубы не смотрят. Не знаю, как вода не стоит. Вот она стоит прямо под завязочку здесь. Отсутствие канавы, как таковой, которая была здесь, влияет на подтопление или нет? В настоящее время нет. А не в настоящее, если будут сильные дожди? Проверяли. Уже были сильные дожди. Здесь подтоплений нет. Но облагодетельственные жители радоваться никак не хотят. Требуют переделать и дорогу, и ливневку. Мы сформировали пакет документов и передаем в Одинцовский городской округ для принятия решений и включения в бюджет по благоустройству. Но чтобы на место большой парковки снова вернулась система стока воды, деньги теперь придется искать самой администрации. Алена Лавровна.